Дорогие слушатели, привет из Амстердама. Тема моей лекции сегодня – обучение технике владения коньками. Тема сегодняшней моей лекции – обучение технике владения коньками. Вначале поговорим об особенностях скользкого льда. Скользкий лед, замерзшая вода, они – твердая земля. Биомеханика моторной опоры человека при ходьбе, беге и прыжках на земле совершенно иная, чем на льду. Автоматический перенос моторной деятельности людей с земли на скользкий лед ни к чему не приведет. Мы родились для жизни на земле, а не для скольжения на коньках по льду. Рассмотрим различие двигательной моторики человека на земле и на льду. Во-первых, по земле мы ходим, бегаем, прыгаем, касаясь земли нижней плоскостью ступней ног. На льду ступни в ботинках касаются коньками опорной поверхности льда только частью лезвия конька или их внутренних и наружных ребер. Следует признать, что касание коньками льда требует другого, более высшего уровня моторного равновесия тела, а, следовательно, более совершенного вестибулярного аппарата, чем обычная моторная деятельность человека на земле. Во-вторых, тело на коньках видоизменяет природные пропорции тела, где голень ног удлиняется на высоту стального конька, поднимая центр тяжести тела на его высоту. Иными словами, природные пропорции между туловищем и ногами изменились, и надо время, чтобы тело к этому привыкло. В-третьих, по земле наши ноги идут или бегают в одном продольном направлении, тогда как на скользком льду они перпендикулярны друг к другу, в моменты стартового отталкивания и ускорения тела. Другими словами, бедра при земной моторике не поворачиваются, тогда как при скольжении на коньках бедра пронируют или супинируют. Иными словами, пронация ноги – это поворот ступни вовнутрь, а супинация – наружу. Пронация и супинация ног при ходьбе или беге по земле не нужны, а при скольжении по льду на коньках они первоначальны. Кратко объясню, почему. По земле при ходьбе или беге задействованы нижние и верхние поверхности стопы, а боковые ее части, внутренняя и наружная, пассивны и не задействованы. Однако, при скольжении на коньках пронация стопы курирует внутренние ребра конька, необходимой при отталкиваниях тела и при его торможениях и остановках. Супинация стопы важна при инерционном скольжении на наружных ребрах лезвия конька и при дуговых ускорениях тела, при отталкивании от льда с наружных ребер лезвия конька. Наука доказала, это мои исследования, что сила боковых плоскостей стопы Важнее при скольжении на коньках, чем нижняя и верхняя поверхности стоп ног при ходьбе по земле. В-четвертых, на льду при всех моторных навыках на коньках действует закон полета птиц на крыльях, а не на лапках. Известно, что верхняя часть тела тяжелее его нижней части. У хоккеистов, как и у пловцов, туловище и руки должны быть основным силовым мотором, а не ноги. Теперь рассмотрим конструкцию хоккейного конька с его ботинком. Стопа ноги в ботинке для хоккея находятся в горизонтальном положении, то есть, ее носок и пятка лежат в одной плоскости по отношению к лезвию хоккейного конька. В этих случаях центр тяжести тела проходит через голеностопный сустав, который ближе к пятке, чем к носку. У фигуриста в ботинке пятка стопы приподнята из-за его каблука. Иными словами, стопа фигуриста в ботинке находится в диагональной плоскости, где носок ступней ниже, чем ее пятка. Иначе говоря, центр тяжести фигуриста проходит через середину лезвия фигурного конька. Золотая середина центра тяжести тела, проходящего через середину лезвия конька у фигуристов, позволяет намного быстрее получить раннюю специализацию в этом виде спорта. В ботинках для игры в хоккей, чтобы сдвинуть центр тяжести тела на середину хоккейного конька, нужно потратить время и знать последовательность развития моторных навыков для этой цели. Уместно к месту сказать, что толщина лезвий фигурного конька в два раза толще, чем хоккейных. Теперь кратко поговорим о скользком льде. Скользкий лед – это нейтральная материя между небом и землей. Он имеет свои законы и одним помогает, а других карает. Во-первых, скользкий лед не любят тяжелые объекты, так как они сильно продавливают его скользкую поверхность. Во-вторых, сила сопротивления воздуха надо льдом также карает высокие и широкие габариты моторных объектов, постоянно тормозя их моторику. Иными словами, лед любит тех, кто быстро скользит, и не любит тех, кто долго на коньках стоит. Я опускаю вопросы силовых хитов и игровых драк. Они для продажи шоу-зрелищ фанатам хоккея, которые в игре на льду любят видеть то, что за что на земле дрочуны сидят в тюрьме. Несколько мыслей вслух о методике владения хоккейными коньками. Хоккейные коньки предназначены для игрового соперничества за контроль шайбы. Не будет ошибкой сказать, что приобретённо-моторные навыки детьми на земле очень нелегко переносятся на лёд. Во-первых, на детях не должно быть защитной формы и клюшки. В структуре лёд коньки тела. Во-вторых, дети должны сперва развить моторную гибкость тела, координацию рук и ног и равновесие в статическом лимитном пространстве на льду. Только после этого этажа можно начинать развитие моторной быстроты, ускорений и торможений, симметричных поворотов тела вправо, влево, без клюшки и защитной формы. В структуре лёд коньки тела клюшка необходимо осваивать двусторонний перехват руками её рукоятки. В детском возрасте ранний выбор своей стороны, то есть доминантной, сразу делает другую часть тела сабдоминантной, что повлечёт за собой многомоторных ограничений и неудобств. В структуре лёд коньки тела клюшка шайба имеется четыре периода спортивной подготовки детей. Первый без защитной формы, второй защитной формы, третий в парном содружестве партнёров и в единоборстве соперников, в четвёртом различные подвижные игры с вратарём, но без командного результата. В заключении скажу несколько слов о детском спортивном развитии вообще. Дети развиваются значительно быстрее юношей, не говоря о взрослых. Они одновременно усваивают и правильные, и ошибочные моторные навыки от своих наставленников. Плохие привычки у детей, если их вовремя не исправить, ломают их заветную мечту. Кто контролирует информацию, тот выигрывает эту ситуацию. Мой афоризм. В детском возрасте нужна индивидуальная, а не командная система обучения и совершенствования моторных навыков на льду. ранняя командно-игровая подготовка детей для игры в хоккей наплодила хоккейных инвалидов, которым юношеский хоккей уже не по плечу. Хоккейная культура дура заморочила детей и их родителей своими понятиями, а все секреты заветной мечты оказались в спортивно-научных знаниях матушки природы. Кто игнорирует законы природы, тот быстро сокращает свои молодые годы. Один из моих афоризмов. Надо знать, понять, поверить и принять тот факт, что хоккейное дерево имеет невидимые миру корни, от которых зависит здоровье ствола, веток и листьев хоккейного дерева. Детский хоккей является этими корнями, развитие и совершенствование которых требует профессиональных знаний, анатомии, морфологии, физиологии, психологии и спортивной биомеханики. Игрового опыта в том или ином амплуа во взрослом хоккее недостаточно для индивидуального атлетического и моторно-технического развития детей на льду. Как бы ни старались бывшие хоккеисты войти со своими со своим самоваром в детский мир хоккейных корней у них ничего не получится. Природу обмануть нельзя. С ней договориться можно иногда. Один из моих афоризмов. Большое спасибо за ваше внимание и до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...